смотрите-ка у нас красота на улице уже стала выглядывать солнышко из-за горы есть у нас тут период в декабре когда вот это место вообще солнце сюда не попадает снега нет но все равно трава вся белая потому что холодно и покрыта инием там еще под горой тень чем дальше ближе к весне к лету тем будет эта территория больше на которой солнышко попадает мы приехали на нашу мусорку вертолет летит у нас вот там вот недалеко вертолетная площадка я сама тут не было и не знаю это специальный пакет для пластика правильно нужно выбрасывать только в пакете нельзя просто так вот это все остальное тут можно выбрасывать все но тоже в специальном пакете вообще для каждой мусорки для каждого вида мусора свой пакет здесь уже кое-что есть он покажи тоже все тоже люди на упаковках порвался нельзя отдельно выкидывает специальном пакете более красивые подземные но это красиво и не так но зато нельзя посмотреть и убедиться что все правильно сделал точно в таком вот так раз для пластика теперь осталось выпросить стекло металл и картон но это уже рядом там да ты проедешь я пешком пройду два метра тоже кто-то выбрасывал свой мусор вот это контейнер для для бумаги картона с картоном дело обстоит проще моего просто выступать коробки картонные пакеты и так далее дальше мы должны отсортировать стекло ну вот это вот мы стекло и металл алюминий металл отдельно и платформы а это кто-то видно не выбросил вы может быть кто-то заберет книжки детские стекло стекло же еще по цвету это не зеленая это смесь зеленое и коричневое белое стекло отдельно а что платформы бутылки для воды для воды алюминий алюминий это отдельно вот это алюминиевые пивные банки банки от консервы железо ну не все железо а такие вот легкие алюминий алюминий и латынь а для другого железа есть еще какое-то другое которое черный металл надо в другом месте вот здесь еще для одежды для обуви у нас тут вертолеты летают все все выбросили уже в следующий раз следующий пакет поставим а еще вот эти вот пластиковые от шампуней всяких можно сдавать маркет тогда не нужно покупать никакой пакета можно вот так прям бутылку вы вот такие вот такие принимают супермаркет пластик крупных супермаркетов стоят на автоматы в которых можно это все выбросить все на сегодня с мусором поедем так ставь сюда надо вклеивать полностью подержи в руках путь нажми ведь и поставил там звонить адрес навигаторе мы хотим поехать диван девочка отдает нам он так нравится ведь я не очень эту идею добрять ну а вот ответьте уважаемые подписчики возможно ли засунуть угловой диван в опель-корса и делали бы вы это или нет угловой диван не просто диван угловой 230 на метр восемьдесят войдет ли он в опель-корса или не войдет сейчас мы увидим сейчас проверим все он согласился поехать посмотрим что из этого получится приехали в такой красивый район но здесь не частные дома а многоэтажки но к сожалению если бы это был частный дом мы бы наверно смогли его забрать пятый этаж с узким лифтом и с узкой лестницей мы просто не стянем оттуда вдвоем это надо прям брать грузчиков каких-нибудь помощников и машину побольше но машину увидят что еще бы влезло две части он почему-то не разбирается хороший красивый он и должен разбираться все а обратную дорогу надо найти так мы решили раз уж мы приехали сюда в джубияску это недалеко от белинсона зайдем погуляем магазин каритас здесь припарковались рядом с ним смотрите какие красивые деревья оливка олива а там пальмы и вершины снежные припарковались а вот магазин девочка тут курила сотрудница видимо и говорит извините а мы еще полчаса закрыты я говорю можно мы тут оставим машину и погуляем и вернемся на год конечно конечно оставляйте и приходите увидимся через полчаса идем погуляем немножко по джубияске догуляли мной до церкви и в этой церкви мы как-то я не помню летом весной свете приезжали слушали концерт органной музыки несколько исполнителей играли всякие классические произведения очень красиво зайдем открыто брать вершины снежная на фоне и трава зеленая очень-очень красиво двери что-то про минастишь обычно прикрыты есть вот такая станция проката велосипедов джубияске как этим всем пользоваться не знаю сколько вот мы смотрю на такие станции много велосипедов как-то тут в основном мне кажется люди больше на свои на свои пытаются так для приезжих наверное больше красивый город джубияска дошли до такой вот площадки детской это горка там кати погамок там какие-то качалки прыгалки качельки горка тоже тишина такая спокойство и умиротворение травка зеленая но там где еще солнце не попало вот в тени видно что трава тоже покрыта и не ночью температура ниже нуля опускается нашли такое место красивое мост через реку такой каменный старинный слева ресторан который называется понте веке старый мост красота там выше тоже машины едут и вот там в лесу где-то над рестораном видно церковь есть какая-то будет как-нибудь туда тоже погулять это видно терраса ресторана здесь холодно солнце не заглядывает очень прямо холодно ну красиво с этой стороны пальмы растут потому что там солнышко все время 900 зашли в каритас тут диван примерно такой как мы хотели 900 франков что-то прямо очень дорого мне кажется мне кажется в каком-нибудь магазине типа юск можно купить дешевле он телеке смотри вот три штуки на тот был больше намного больше он был получается что тут две части и тут две части а там было две и три больших части неподходящие по размеру кухонные принадлежности пластиковые здесь в основном здесь вот тарелки есть совсем недорогие есть дорогие видимо какой-то клеймо здесь есть какой-то редкий может фарфор или старинный какой-нибудь я в этом не очень не разбираюсь смотри какой стол прикольный сверху столешница истекла снизу дерево такое натуральное старинное погрызанное 900 франков стоит такой столик всякие тумбочки кроватки буфет прикольно короче много всего но я не скажу прям дешево так все цену такие немаленькие здесь всякие электроприборы кофемарки здесь мрак летница тоже рак летница это интересно что за штука гладить наверно электронож соковыжималка лампы вот такие тоже какие-то электрические штучки телевизор но вчера занял свое законное место несколько дней стоял на полу потому что он нам достался без ножек на которые его можно было бы поставить а только с креплением на котором его можно было повесить к стене но нам нельзя делать дырки в стенах поэтому витя придумал такую конструкцию он взял кусок дсп померил там какая нужно по размеру ему по толщине до нее прикрепил опилил там сколько нужно чтобы все было по размеру чуть выше чем эта тумбочка и чтоб не выглядывал с этот кусок сверху на этот кусок дсп уже прикрепил крепление и на крепление повесил телевизор доска стоит за тумбочкой то есть телевизор под собственным весом стоит в принципе он даже не сильно опирается на тумбочку потому что параллельно стене и центр тяжести ну так расположен что он давит вниз не наклоняется вперед вот теперь у нас такой вот большой телевизор был немножко поменьше не первая вещь конечно необходимая но все равно на таком гораздо приятнее смотреть на большом экране чем на том который поменьше еще вчера мне местная тут одна женщина предложила коробку с бокалами стеклянными они освобождали квартиру я сказала что они маму отвезли в дом престарелых казантиани и освобождали квартиру от вещей все бокалы нам так упаковала аккуратно в бумагу чтобы не разбились я уже перья ну открыла их посмотрела мне не нужны вообще бокалы в таком количестве ведь и сразу даже немножко ругал меня зачем у нас же есть игру но если будет контируем да выброшу стекло мне просто жалко она бы их просто сразу выбросила не глядя вот я уже проразворачивала вот такие они конечно уже не очень современной формы такие вот квадратные но хорошие качественные увесистые такие бокалы чистые абсолютно ну конечно я думаю что тот кто будет пользоваться еще раз помоет посудомоечной машине будут вообще как новенькие тяжеленькие такие не знаю что за материал мне кажется не просто стекло те хрусталь он же не такой в общем не важно главное что они вполне себе еще пригодны для использования вот поэтому вот таких шесть бокалов немножко поменьше объемом тоже такой же формы штук пять по моему такой графинчик был высокий не знаю на литр но больше вот что-то еще по моему было а нам не нужно столько бокалов нас хватает своих поэтому я их опять завернула пока отнесем в нашу контину а когда будем уже наверное феврале ехать в нашу ассоциацию эту гуманитарную благотворительную организацию в белинсоне отвезем их туда пусть кто нибудь возьмет и пользуются жалко выбрасывать хорошую пригодную еще для использования вещь а